162. Как сохранить сексуальное долголетие? Почему я говорю сохранить? Ну, потому что в среднем мужчина после 50 уже сексуально вообще не активен. Придумывает себе, что не интересен молодым женщинам, а ровесницы уже его не возбуждают. Бывают еще и проблемы со здоровьем. Но это уже не моя епархия, это к доктору Берку. Поэтому я и говорю о сохранении сексуального долголетия. То есть, если уж после 50 вы все еще хватаете взглядом каждую симпатичную попку, и в постели тоже не изображаете из себя часы без кукушки на пол шестого, то это нужно сохранить. Правильно же? И это уже долголетие, поскольку также в большинстве своем мужчины уже после 40 трахаются лишь раз в пятилетку. Хотя и дрочат каждую неделю. Да, я в первую очередь имею в виду секс с женщиной, а не со своей рукой. Или там, ну я не знаю, с резиновыми куклами и другими устройствами для удовлетворения сексуальной потребности. Чтобы хотеть женщину и уметь с ней распорядиться в постели, даже после 50 нужно. Хотя и в другое время тоже эти советы пригодятся. 1. Относиться к женщине как к чему-то второстепенному, для удовлетворения, для удовольствия. Почему? Да потому что, если вы будете ее любить, добиваться и носиться как с какой-то наиважнейшей ценностью, то ваши яйца она сварит вам на завтрак и скормит. Только в своем деле, в своем увлечении, в заботах мужчина остается мужчиной. И это вполне себе работает до самой смерти, пока мотор не остановится. Отсюда и регулярная потребность в сексе, во время отдыха и релакса, и именно с женщиной. 2. Много работать. Ну, под этим я имею в виду, что минимум 10 часов в день нужно находиться в вертикальном положении и что-то созидать в это время. А детали это уже зависит от каждого. 3. Активный образ жизни. Активный значит не пассивный. Если это работа, то она должна быть физической. Преимущественно, ну, желательно больше 50% своего рабочего времени нужно физически нагружать свое тело. А вот в остальное время можно уже нагружать и мозг. Тогда появится желание выделить время для активности своего пениса. Да. Да и во время работы или занятий чем-то интересным, полезным, интересно, полезным, нужно заботиться о мелкой моторике. Все должно двигаться. И чем чаще, тем лучше. А то как вы потом будете фрикции совершать? Три. Или уже четвертая. Тестостерон. Нужно проверять уровень тестостерона в крови регулярно. После 35 лет он начинает активно снижаться. Отсюда и проблемы с весом, с жиром с лишним, отсутствием энергии, импотенции и тому подобное. И если уровень тестостерона неуклонно падает, то его нужно поднимать медикаментозно. Ну, или различными процедурами. Почитайте в интернете, там об этом много. Четвертое. Вот. Или пятый уже. Регулярный секс. Причем не со своей рукой, как я уже говорил, а с женщиной. И регулярный. Это не раз в полгода, а хотя бы раз в неделю. Иногда можно и забыть про секс, когда слишком много дел интересных, или нужная женщина не подвернулась под руку. Но потом нужно обязательно продолжить регулярность. Как только вы начнете лениться, то ваш мозг абсолютует. Окей, хозяину это уже не нужно. И начнет сбавлять обороты. А это старость. Итак, резюмируем. Чтобы долголетие было сексуальным, а сексуальность была долголетней, нужно. Первое. Относиться к женщине как к чему-то второстепенному. Для удовольствия. Не самое главное в жизни. Второе. Много работать. Третье. Вести активный образ жизни. Четвертое. Контролировать уровень тестостерона в крови. И пятое. Регулярно заниматься сексом. Что еще? Ну, развенчаю пару мифов. Вот говорят, что стресс плохо влияет на тонголетие. Да и на секс тоже. Какой нахрен стресс после 50? Если вас еще что-то нервирует или стрессует после 50, то у вас или тестостерон низкий, или смотри предыдущие пять пунктов, которые я назвал. Так что да, если следовать моим указаниям, то еще и стресса не будет в вашей жизни. Ну и меня часто спрашивают. Профессор, а почему вы не женаты? Понимаете, друзья, жены у меня были, но они все почему-то постарели. А вот студентки третьего курса не стареют. Они каждый год новые. Да, все усилия по поддержанию хороших отношений с женой, со спутницей жизни и тому подобное. Если их что-то не устраивает женщин, то они обречены на провал. Рано или поздно. Ну или вы начнете приспосабливаться, лениться, и в итоге просто сдадитесь на волю судьбы. Как бы смешно это ни звучало. Почему тут судьба? Вы просто занимаетесь фигней. Судьбой, фигней. Никакие отношения и прочие социальные игрища не помогают продлить долголетие. А уж тем более сексуальное. Но наоборот, они его укорачивают. Вы тратите время в своей жизни, ничего не получая взамен. Когда вы разговариваете, ваш мозг, наш мозг загружен шевелением губ, поиском новых слов, произношением их. Это не мозг человека в этот момент, а мозг патефона. В лучшем случае голосового помощника, типа Алисы или капилота какого-нибудь. 10 минут медитации в разы полезнее для вашего тела и мозга, чем многочасовые посиделки с друзьями и прочими гостями. А уж про многочасовые нужно поговорить с женщиной? Вообще молчу. В итоге вы все равно окажетесь виноватым во всем козлом. Правильно. Так почему же тратить столько времени и энергии? Зачем? Как только ей что-то не нравится, то в шею. Вон. И, как говорится, и из сердца. Вон. Это ее забота, чтобы ей было хорошо с вами. Не ваша. Ваша забота, читайте те самые 5 пунктов. И будет вам счастье. И после 50, и после 60, и если будете стараться, то и после 70. А да, еще один миф забыл. Трудно найти молодую женщину, которая согласилась бы на секс с 56-летним мужчиной. Что это за формулировка такая? Согласилась. Я не говорю, что прям очередь стоит. И все прям хотят. Аж не могут. Но. Если вы выполняете те самые мои 5 пунктов, то женщины будут появляться в вашей жизни сами собой. И молодые, и сексуально активные. И снова, и снова. И регулярно. Не верите? Можете не верить. Рекомендую не верить дальше. Мы тут не религией занимаемся. Проверяйте. Пока есть время. Хм. Поэтому. Пока. Приехали. Пока.